Далеко не все же хоры Гомельской области сегодня марте жить в шмат поверховых домах. Инша справа, чтобы подавать индивидуальное жилье, для некого складано в финансовом плане. Немалые сродки могут потребоваться потом и на его эксплуатацию. Сегодня приватный сектор займает у Гомель значную территорию и в ближайшие годы она на урадь изменится. При этом побоч с современными коттеджами можно увидеть побудовы, озвезденные 10 лет тому. Самое цикавое, что их владельникам зимой обогрел будинку часто быходится практически у однольковой суммы. Правда, если у одних это связано с великими площами, то у инших со значными стратами тепла. Как провести тепловую модернизацию и таким чином повысить комфортность проживания? Менавито это вопрос получали у денег международной конференции зоникам в опыту инших краин. Очень тяжело в Германии сейчас получить новые площади, чтобы строить новые дома. Поэтому сначала записываются все старые дома, которые есть в какой-то местности, и смотрят, что можно сделать с этими старыми домами. И новые участки можно только получить, когда все старые дома будут модернизированы, реконструированы. По великим рахунку, проблем с наявностью материалов для тепловой модернизации жилых домов сегодня у Беларуси нема. Специалисты кажут, что до кожной побудовы необходимо подходить индивидуально, а ли в целом займаться этой справой необходимо. Уречте, экономия электро- и теплоэнергии – это не только державная задача, а и промышлях для повышения добробыту конкретных людей. Стеновое утепление – это кровельное, это межчердачное, это надподвальное перекрытие. То есть при этом добиваемся от дома максимального энергосбережения, а значит экономия средств. Сегодня будовничий рынок Беларуси пропонует достаточно широкий выбор теплоизоляционных материалов. Кожный из них мает свои плюсы и минусы, причем до некоторых материалов интерес может вертаться празд десятки годов. До таких утепляльников у приватности можно отнести лен, солому и треснёк. А почная до речи на белорусских болотах за всё дыха пала, причем с каждого гектара можно собрать до 18 тонн чароту. Тростник на самом деле не экзотический материал, это материал, который у нас произрастает повсеместно в Республике Беларусь, на болотистых местностях, на озёрах. Чтобы утеплить дом, мы используем два слоя тростниковой плиты по 5 сантиметров, то есть всего 10 сантиметров у нас на стене и 15 сантиметров в крыше. Этого достаточно, чтобы добиться очень хорошего, тёплого дома, энергоэффективного дома по сегодняшним меркам. До речи утепляльники треснёку довольно активно набывают замежные будовничьи компании. Пытанием эффективного теплосбережения сегодня надается у всё больше значная увага. Традиционное белорусское жильё выключение быть не повинно.